В конференц-зале ожидаемый аншлаг. Пресса, руководители муниципальных предприятий и структур. Нововведением стало даже присутствие наряда муниципальной полиции, очевидного избежания незапланированных сюрпризов. Само мероприятие проходило в форме отчета. Речи глав организаций самоуправления исчерпывались фразой «У нас всё в порядке». Основная собирательная идея – госконтроль просто не разобрался до конца в ситуации и озвучил факты, не соответствующие действительности. Поэтому нанёс муниципалитету моральный ущерб. Власти, исходя из озвученного, подают на госконтроль в административный суд. У нас очень много муниципальных предприятий. И утверждать, что у нас всё идеально, мы ни в коем случае не будем. Но то, что у нас нет выростая криминала, как сейчас пытаются создать иллюзию, за это мы, конечно, будем избивать свою честь. В работе любого самоуправления могут быть плюсы, могут быть минусы. И нельзя каким-то окончательным приговором назвать заключение госконтроля. В заключении есть сроки, которые даёт госконтроль для того, чтобы взять во внимание все предложения, которые были даны в заключении госконтроля. И сроки имеют две цифры. Это 1 апреля 2013 года и 1 октября. Администрация Думы не признаёт заключение госконтроля. Но вместе с тем, по утверждению мэра, будет создан общий график для предприятий по устранению недочётов до 1 октября. Парадокс, да и только. Истина познаётся в сравнении, в том числе мнений и аргументов политиков. Пользуясь случаем, журналисты в очередной раз озвучили приглашение властям поучаствовать в дебатах пресс-клуба. Самое любопытное из диалога выглядит примерно так. Все, что здесь сейчас происходит, это заранее подготовленные вопросы, заранее подготовленные ответы и никаких оппонентов. Отсутствие оппонентов абсолютно. Готовы ли вы принять ещё одно приглашение на очередной пресс-клуб, который состоится 4 февраля, и ответить на вопросы журналистов, на вопросы оппонентов в прямом эфире, в прямом эфире телевидения «Далфон». Вы принимаете наше приглашение? Городская дума и руководство не будут участвовать в каких-то политических компаниях, определенных каких-то политических людей. В данном случае, я понимаю, была компания направлена в одну сторону. Мы представляем интересы всех горожан, и мы не позволим просто как-то своего рода даже глумиться, потому что вопросы были у вас тоже подготовлены. И тут нужно понимать, что мы все несём вместе ответственность за эмоциональное состояние горожан. Итак, отказ от дискуссии продиктован ответственностью за эмоциональное состояние горожан, а попытка вступить в диалог – глумление над городскими властями. Госконтроль, в свою очередь, оказался просто недальновиден, что и попытается доказать администрация «Далгупилса» в судебном порядке.